С особым чувством всегда принимал участие, не ныне принимая участие, в работе нашего Межрелигиозного Совета России. Вспоминаю историю создания этого органа в непростые 90-е годы. Тогда представители различных религий Российской Федерации, отталкиваясь от того опыта, который был в советское еще время, приняли решение сохранять те исторические связи и попытаться в новых условиях перед лицом быстро меняющегося общества нашего совместно размышлять над теми проблемами, которые тогда встали и перед народом нашим, и перед религиозными нашими общинами. И должен вам сказать, что становление нашего Межрелигиозного Совета прошло очень просто, бесконфликтно. И за все это мы должны поблагодарить, конечно, и предыдущее поколение религиозных деятелей Советского Союза. Тогда мы все находились в трудном положении, нас иногда называли гражданами второго сорта. И, может быть, вот это непростое положение и определило высокий уровень сотрудничества, солидарности, взаимной поддержки. И сегодня в новых условиях наши религиозные общины работают для того, чтобы отвечать совместно, в том числе и на те вопросы, которые к нам обращает наш народ, реагировать на события, которые происходят в нашей общественной политической жизни. Мы уже вступили в то время, когда начались размышления на разных площадках относительно революционных потрясений, которые имели место сто лет назад. Я думаю, что в нынешнем году мы еще не раз вернемся к этой теме, будем осмыслять ее с разных точек зрения. И думаю, что в это осмысление будут вовлечены и представители наших общин. Я думаю, что мы, как религиозные деятели, призваны дать этим событиям прежде всего нравственную оценку и дать таким образом представить наши комментарии народу, чтобы прошлое перестало разделять наш народ сегодня. Как-то выступая на Всемирном Русском Народном Соборе, я сказал, что нужно закончить войну, связанную с историей. Наличие различных, иногда деметрально противоположных оценок исторической истории провоцируют конфликты среди наших современников. Полагаю, что комментарии, касающиеся прошлого, не должны разделять наше общество так, чтобы оживали вот эти призраки трагических событий прошлого. Многие задаются вопросом, почему стремление к справедливому мироустройству, которое сто лет назад декларировали революционеры, на деле обернулось жестокостью, междоусобной бранью и огромными человеческими жертвами. Думаю, что самым лучшим ответом на этот вопрос является то, что сказал Федор Михайлович Достоевский. Если Бога нет, значит, все дозволено. Но, как предупреждал нас пророк Давид, если Господь не созиждет дом, напрасно трудятся строящие его. Главный урок, который все мы должны извлечь из опыта XX века, состоит в том, что невозможно построить справедливое и благополучное общество, отвергивая Бога и отказавшись от религиозных оснований человеческого бытия. Игнорирование духовного измерения жизни, игнорирование нравственных ценностей, которые передаются из поколения в поколение, неизбежно приводит общество к утрате самой способности, развлечения добра и зла, неизбежно порождает нравственную вседозволенность, открывает путь проповедникам идеологии, согласно которой для достижения поставленной цели хороши все средства. Вот если от недавней истории перейти к современности, то следует обратить внимание на то, что сегодня мы живем в эпоху существования в одном обществе разных религиозных мировоззрений и традиций. И в этой ситуации первостепенное значение приобретает межрелигиозный диалог, направленный на достижение взаимопонимания и на согласование позиций по нравственным общественным вопросам. Я уже сказал о том, что площадка межрелигиозного Совета России, созданного в 1998 году, действительно является местом реального обмена мнениями, диалога, выработки общих позиций. Я думаю, что основной из задач межрелигиозного Совета является в том числе и укрепление гражданского мира и согласия. В прошедшие годы деятельность Совета была направлена на утверждение в нашем народе ценностей взаимопомощи, справедливости, милосердия, на формирование здорового нравственного климата. Совет выражал консолидированную позицию религиозных общин по актуальным проблемам. Имею в виду заявления, касающиеся защиты семейных ценностей, права нерожденных младенцев на жизнь, соотношение свободы слова и оскорбления чувств верующих, необходимости согласования прав человека с его нравственными обязанностями, проблематика межнациональных отношений и другие вопросы. Все эти серьезные, философские и даже политические вопросы очень конструктивно осмыслялись в рамках нашего межрелигиозного Совета. За время своей деятельности Совет стал уникальной площадкой, на которой ведется реальный диалог между религиозными общинами, а также между уполномоченными представителями традиционных религий и государственными инстанциями. В июне 2016 года Межрелигиозный Совет России принял заявление о защите нерожденных детей. Это одна из наиболее острых проблем нашего общества. Сегодня по числу абортов Россия занимает в мире лидирующие позиции. С точки зрения традиционных религий аборт является недопустимым деянием, по существу убийством. Многие сторонники светских мировоззрений также разделяют эту точку зрения. Нашей задачей в данном случае является деятельность, направленная на максимальное снижение числа абортов. Для решения этой задачи требуются комплексные усилия. Во-первых, необходимо утвердить в обществе представление о том, что рождение детей это не проблема молодых родителей, не событие, которое ставит под угрозу их материальное или душевное благополучие. А прежде всего, это естественное следствие брака, событие, имеющее высокое нравственное значение. Рождение ребенка – это чудо появления на свет нового человека, которое дает ни с чем не сравнимую радость самим родителям. Но в то же время рождение и воспитание детей – это продолжение рода, оно служит воспроизводству народа в целом. То есть это не только личное, но и общественное событие. И поэтому рождение детей связано с гражданским призванием людей, сознающих себя членами социума, общности в масштабах страны и государства. Во-вторых, следует всемирно содействовать тому, чтобы семьям, особенно многодетным, а также одиноким матерям, оказывалась как материальная, так и духовная поддержка. Безусловно, это дело не только религиозных общин и организаций гражданского общества, но и государства. Поэтому в данном случае традиционные конфессии должны продолжить диалог с соответствующими государственными органами, настаивая на необходимости уделять особое внимание поддержке семье и семейных ценностей, в том числе и сокращение количества абортов. Наконец, в-третьих, важным является и законодательный аспект проблемы. Мы должны настаивать на том, что с религиозной точки зрения аборт является видом убийства. И мы можем направлять свои усилия на то, чтобы всемирно ограничить эту практику, в том числе через отказ от совершения абортов за счет налогоплательщиков, значительную часть которых составляют противники абортов. Но мы знаем, что эта повестка дня сегодня находится и в центре внимания американской общественности. По крайней мере, вновь избранный президент очень ясно определил свою позицию по этому вопросу. Но и хотел бы сказать, что в очень многих странах не существует практики совершения абортов за счет налогоплательщиков. Государство не финансирует, кроме случаев, когда аборт совершается по медицинским показаниям. Важнейшим направлением деятельности Межрелигиозного Совета России является укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия. В этой деятельности мы опираемся на тот опыт диалога и сотрудничества, который нами уже накоплен в предшествующие годы, как я выше сказал. Наша задача – способствовать установлению поддержания в России общегражданского мира, без которого невозможно процветание страны. Традиции добрососедства и сотрудничества между различными религиями и этно-религиозными сообществами имеют в нашей стране многовековую историю и являются важным достоянием ее культуры. Однако сегодня мы должны находить новые формы взаимодействия, противопоставляя их всем возможным формам дезинтеграции, разделения единого российского общества по признакам религиозной или этнической принадлежности. Основа межрелигиозной консолидации – это патриотизм, общественная солидарность, чувство ответственности за страну. Это те фундаментальные ценности, которые лежат в основе существования и развития России как многонационального государства. Утверждение этих ценностей является залогом благополучия нашего общего отечества. Начало XXI века было ознаменовано активизацией экстремистской и террористической деятельности, осуществляемой подрелигиозными лозунгами. Террористические акты, направленные против ни в чем не повинных людей, совершались в Европе, в Америке, в России. Совсем недавно, в конце декабря, прошлого года, от рук террористов в полицейской форме, от рук террористов в полицейской форме, погиб посол России в Турции, Андрей Геннадьевич Карлов. На Ближнем Востоке и в Северной Африке террористическая активность проявляется в частности в геноциде христиан, которых изгоняют из разных мест, в том числе из тех мест, где они родились и веками жили, и уничтожают физически. Не говоря уже о разрушении, о сквернении христианских храмов и святых, хотел бы выразить признательность тем представителям мусульманской и иудейской общин, которые возвысили свой голос в защиту преследуемых христиан. Это свидетельство межрелигиозной солидарности перед лицом тенденций и процессов, которые угрожают традиционным религиям в современном мире. Превызывая уважаемых членов Президиума Межрелигиозного Совета России впредь не оставаться безучастными к судьбе христиан в Ближневосточном регионе. Следует, однако, обратить внимание на то, что экстремизм и терроризм под религиозным лозунгом не только опираются на ложную интерпретацию религии, но и эксплуатируют негативную реакцию верующих людей на попытки навязать традиционным обществом секулярную, безбожную модель общежития и социального устройства, включающий в себя культ потребления и в нравственной вседозволенности. Эффективное противостояние экстремизму невозможно без сохранения уважения к традиционным религиозно-нравственным ценностям в жизни общества. В этом случае радикализм может утратить свою убедительность даже для сторонников чистоты веры. Поэтому сегодня совместное публичное свидетельство разных религиозных общин о значимости традиционных нравственных ценностей и стремлении воплотить их в общественную жизнь приобретает особое звучание и актуальность. Я очень настаиваю на том, чтобы в конце концов многие поняли эту связь между агрессивным секуляризмом, навязывающим свой образ мысли, свою философию жизни, влияющим на принятие законов и возникновение радикального ответа со стороны религиозных групп. Для того, чтобы снять эту проблему, в том числе и в нашей стране, мы должны ясно понимать, что радикализм порождает радикализм. Радикальные действия одной стороны могут порождать радикальный ответ другой стороны. Полагаю, что именно часто оскорбленные религиозные чувства используются всякого рода вербовщиками, которые осуществляют свою пропаганду, в том числе и среди мусульманской молодежи. Поэтому тема борьбы с терроризмом она не только должна быть предметом рассмотрения правоохранительных органов, но нужно смотреть на эту проблему очень широко, в том числе максимально исключая любые провокации, которые могли бы подпитывать энтузиазм тех недобросовестных людей, часто преступников, которые, то, что называется, эксплуатируя религиозные чувства людей, вербуют их в террористические организации. Восприимчивость некоторой части нашего общества к пропаганде экстремистских идей это печальное следствие неосведомленности, а если называть вещи своими именами, то попросту невежество в религиозных вопросах. И это тоже верно. Социологи выявили значительный рост экстремистских настроений за последние десятилетия, прежде всего в молодежной среде, в группе наибольшего риска. Молодые люди в возрасте от 15 до 21 года проживающие в крупных городах. Вот такого рода людей вербуют. Но что значит завербовать? Это значит вдохновить человека. Что делает вербовщик? Он же не говорит, ты встань вот там, не знаю, на защиту каких-нибудь гнусных идей. Он говорит о великих идеях. Он обращается к религиозному чувству человека, молодого, необразованного, часто не разбирающегося в богословских вопросах. Поэтому мы должны защитить эту молодежь вне зависимости от ее религиозной принадлежности. И вот что же в данном случае может быть противоядием? Я уже сказал об одном факторе. Нужно избегать любых провокаций, которые могут возбуждать у людей радикальные, негативные неприятия этих провокаций. Но, конечно, мы должны подумать о чем-то положительном. И я считаю, что этим положительным должно быть религиозное образование и просвещение. Без системного подхода к преподаванию основ религиозных культур в средней школе ситуацию изменить очень трудно. Расширение курсов, посвященных той или иной традиционной религии России, должно сопровождаться воспитанием уважительного отношения к верующим других религий. Иначе говоря, помимо знания своей религиозной традиции, учащимся следует также давать необходимые знания о других религиозных традициях, которые сохраняют народы России. Так, чтобы у нас дети то, что называется «с молоком матери» воспринимали уважение к людям других религиозных взглядов. Преодоление невежества в религиозных вопросах это вопрос, касающийся в том числе и высшей школы. В связи с этим хотел бы особо отметить те усилия, которые Межрелигиозный Совет России предпринял с целью внесения специальности теологии в перечень научных дисциплин высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науке Российской Федерации. Напомню, что впервые вопрос присвоения ученых степеней по теологии был поднят Межрелигиозным Советом России в 2007 году. В 2013 году члены Совета направили письмо с предложениями по развитию теологического образования президенту нашей страны. В одномногом благодаря совместным усилиям традиционных религиозных общин в октябре 2015 года решением Президиума ВАГ теология наконец была признана научной специальностью. Убежден, что обеспечение для нашей молодежи возможности получать качественное теологическое образование на территории России в отечественных духовных учебных заведениях, хранящих богатые многовековые традиции, может стать одним из действенных способов профилактики экстремизма. Очень тяжело вербовать в преступники, в террористы человека, который хорошо знает основы своей веры. А ни одна вера не предлагает человеку идти убивать ни в чем не повинных людей. Поэтому для того, чтобы давать отпор вербовщикам, наша молодежь должна понимать основы своей веры и сознавать, что все те предложения, которые в их адрес обращаются, идти защищать веру вот таким безумным способом, убивая ни в чем не повинных людей, не соответствуют основам веры. Религиозные общины России имеют большой опыт совместной миротворческой деятельности. Сегодня нам нужно, учитывая этот опыт, развивать новые формы миротворчества, отвечающие вызовам, проблемам современного мира. На руководителях религиозных общин лежит большая ответственность, опираясь на свой авторитет, способствовать консолидации общества. Мы должны со всей ясностью показать, что религии не являются фактором дезинтеграции, противостояния и конфликта. Наоборот, в нашем обществе традиционные религии находятся в активном взаимодействии, не в смысле вероучительной конвергенции, а в смысле единого понимания нашего общественного бытия, гражданской солидарности, на основе общих нравственных ценностей, определяющих жизнь нашего государства и его многомиллионного населения. Со своей стороны, Русская Православная Церковь твердо и последовательно следует своему миротворческому призванию. Так было в учедшем XX веке, во время двух страшных мировых войн и в последующий период. И мы с представителями наших традиционных религий совместно участвовали в то время в миротворческой деятельности. И сегодня мы прикладываем все возможные усилия не только для немедленного прекращения кровопролитных вооруженных конфликтов, которыми наполнено начало нынешнего столетия, но и для помощи жертвам этих противостояний, вне зависимости от их вероисповедания и национальности. Русская Церковь стала инициатором сбора и отправки страдающему сирийскому народу нескольких крупных партий гуманитарной помощи. Мы находимся в постоянном взаимодействии с религиозными лидерами Ближневосточного региона, через которых узнаем о реальной ситуации в зоне конфликта и нуждах страдающего мирного населения, оказавшегося в заложниках этой ситуации. В этой связи хотел бы поблагодарить Православное Императорское Палестинское Общество за ту большую работу по организации гуманитарных конвоев в Сирию и за взаимодействие этого общества с религиозными организациями России. Другим примером являются усилия нашей Церкви в урегулировании проблем Нагорного Карабаха. Наши действия направлены не только на двусторонние контакты с религиозными и политическими деятелями Армении и Азербайджана, но и на организацию прямых переговоров в трехстороннем формате. Межрелигиозный Совет России, еще раз хочу сказать, это та площадка, на которой происходят очень важные для нашего общества события. Это место конструктивного взаимодействия религиозных общин, которые разделяют ответственность за благополучие Отечества. И выражаю искреннюю надежду на то, что наш Совет и впредь будет следовать своему высокому призванию и вносить весомый вклад в созидание межрелигиозного и межнационального мира и гражданского согласия в нашей стране. Благодарю вас за внимание. Еще раз сердечно всех приветствую. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова